Хотелось бы узнать, сколько будет организовано пунктов горячего питания на этом празднике? 48 точек у нас организовано на площади Чилистинца и 18 точек на революционной. Кроме блинов, что еще смогут отведать посетители в этой настоящей ярмарке? Будут и блины, и пироги, и кулебяки, и олази всевозможные с разными названиями и так далее. Курники, рыбники, растягай, ватрушки, я думаю, и пряники сделают, и караваи, и пирожные, и кексы, и кренделя. В общем, очень богатая цепь. Как всегда, чаи, кмельные, меды, напитки в промышленной упаковке, шашлыки. Я думаю, что люди захотят предприятия в честном питании сделать, то, наверное, не привезут, потому что мы на усмотрение пускаем руководителей предприятий в честном питании. Хотелось бы узнать, какие звезды ожидаются на это празднество к нам в Ярославле. Ну, самая, конечно, главная звезда, которая будет на открытии «Мосыничные недели», это народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина и ее московский государственный ансамбль фольклора «Русская песня». Это коллектив, который уже был у нас летом, но он любим по стране, и действительно, частые гастроли всегда вызывают восторг зрителей, потому что именно этот коллектив сохраняет русские традиции и с учетом современного ввения, и мы надеемся, что это действительно для Ярославства будет хороший праздник. Помимо этого, будут также творческие коллективы принимать участие у нас 26 февраля, тоже на Советской площади. Это известная группа «Дюна», мамульки-бэнд нашей Ярославской, московский детский ансамбль «Непоседы», заслуженный артист России Николай Бондурин, тоже известный человек, также «Божья коровка» – это молодежная группа. Ну, и думаю, что действительно это будет интересно. Где будут проходить основные празднования? 19-е число – это Советская площадь, и 25-го, и 26-го февраля – это тоже Советская площадь. 25-го будут выступать наши творческие коллективы, интерактивные программы будут. В городском парке культуры и отдыха очень интересная программа, тоже 25-го и 26-го. И потом, вы знаете, 26-го с 12 часов во всех районах города пройдут тоже самые красивые театрализованные праздники главной масляницы страны. Я думаю, что все ярославцы, не только те, которые проживают в центре, но и в каждом из шести районов тоже будут интересные программы. Приходите на этот праздник. Спасибо большое.